Восемь вечера 19 сентября в Одинцовском округе завершилось трехдневное голосование на выборах в Московскую областную и Государственную думы. На площадке волейбольного комплекса работал Центр общественного наблюдения и мониторинга за выборами в Подмосковье. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Майданов высоко оценил его работу. Чем примечательнее Центр, что здесь огромное количество наблюдателей. Здесь, во-первых, огромное количество камер на каждом избирательном участке, по две по всей области. Большое количество получается. Плюс на каждом избирательном участке находятся наблюдатели от общественной палаты. Здесь у нас практически представители всех партий есть общественная палата. И мы показываем и доказываем максимальную прозрачность выборов. Основная задача Центра – контроль соблюдения действующего законодательства на избирательных участках. Один из самых крупных по потоку избирателей располагался в Одинцовской лингвистической гимназии. Много людей, вижу большой участок, да? Сколько у нас здесь? У нас здесь три участка. В каждом где-то полторы тысячи человек. То есть четыре с половиной тысячи. Очень важно, что идет молодежь. Много ребят, которые впервые в 18 лет отдали свой голос и проявили свою гражданскую позицию. Многие идут с семьями, что очень радует. Ну и, конечно, неизменно активно с поколения среднего и взрослого возраста. И все мнения важны. Это все наше с вами будущее. Законодательные нормы Российской Федерации, которые касаются выборного процесса, соблюдались в округе в полном объеме. Кроме того, все участки строго выдерживали необходимые меры санитарной безопасности. В заключительный день в муниципалитете было открыто 173 избирательных участка. Денис Майданов поблагодарил всех наблюдателей и членов избиркомов за высокий уровень организации процесса. Мы очень понимаем, какая нагрузка на них свалилась. И молодцы, что терпят и достаточно позитивно переносят это сложное время. Спасибо огромное всем, кто в эти выходные в это время задействовал выбор. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.